Халло, Сузаман! Всем привет! Вы на канале Будь со мной и с вами Наташа. Мы рассмотрели также в Таллине вокзал, все электрифицировано. А напротив вокзала находится рынок. Рынок привлек также наше внимание. И мы решили пройти по рядам. Вход много не обещал. Мы думали, что это обыкновенное одноэтажное здание. Но за фасадом было очень много сюрпризов. Прекрасные продукты, интересные цены, большое-большое разнообразие. Я очень недовольна тем, как я сделала эту съемку. Мы спешили, я не достала стабилизатор. Я стеснялась фотографировать людей. А какой же рынок без людей? Поэтому получилось то, что получилось. На балтийских рынках нас всегда интересуют дары моря. Рыба, креветки, икра. Мы рассматривали все эти продукты с большим интересом. А вот здесь мой муж прямо застонал. О, лакс! Даже по ценам, которые ниже наших. Хотя все надписи были на эстонском языке, было понятно, что, сколько стоит. И нам бы на таких рынках обычно могли бы ответить на любом языке. Рынок был многоэтажным. На втором этаже уже располагался фастфуд. Различные рестораны с пиццей, с шаурмой, со всеми разными вкусностями. В одном месте пахло кофе, в другом месте какие-то ароматы востока. А следующие витрины радовали нас кондитерской выпечкой. Но ничего этого я не пробовала. Я только на это смотрела. Нам казалось, что мы там видели товары со всего мира. Все, что можно было где-то как-то продать, вкусно представить. Все стояло там на полках. Вот итальянские макароны. Самые разные виды. Мясные отделы также радовали чистотой. Вот. И удивляли разнообразием. Сверху везде были пиктограммы, где туалет, где еще что-то. Вот. И работали кондиционеры. Звук кондиционера мне пришлось убрать. Рядом с вполне доступными ценами на свинину, говядину, фарш из этих двух продуктов были представлены стейки из Аргентины, Уругвая, Парагвая за 39, 52, 60 евро за килограмм. Самых разных спелых южных фруктов было великое разнообразие. Сухофрукты радовали глаз. И цветом, и запахом, и экзотикой. Можно было купить дичь из медведя, оленя, дикого кабана. И к ним были предложены самые разные приправы. Миша увидел большое разнообразие кухни бывшего Советского Союза. И из всего почему-то выбрал вот эту вот закусочную с узбекской едой. Мой чебурек в узбекской лавке. В центре Таллина, на рынке. А Миша едет с фурку. Слава Богу, Миша сделал очень много фотографий. И вот эти картинки у нас тоже останутся в памяти о Таллине. Икра, охраняемая видеокамерой. Самая разнообразная рыба первой свежести. Атмосфера объемности. Все понятно, все уютно, все интересно. Место, где можно провести время с семьей. Прекрасный сервис. Полное обозрение всех товаров и услуг. Свежесть лета. Грибы, сливы, малина. При входе-выходе мы купили кусочек дыни вот здесь. И заплатили за это кредитная карточка. Сели потом на лавочку. А Миша говорит, мы с тобой как бомжи. Ну как мы были счастливы в этот момент. От этого кусочка дыни. Вот так выглядит вокзал. Все чисто, ухоженно. Сегодня 1 сентября. Мы видим школьников. Всех благодарю за визит на мой канал. Будь со мной. С вами была Наташа. До следующего раза. Всем спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok